Друзья, добрый день. Мы находимся на выставке Майами Интернешнл Большого. Здесь представлены все модели Леопарда и в некоторые модели внесен апгрейд, внесены некоторые улучшения. В частности, улучшения внесены, это касаемо именно комфорта, а не какие-то технологические вещи, внесены на Леопард 45, который стал лодкой года в 2017 году. Мы добавили некоторые улучшения. Берем первое улучшение, что мы добавили спинки, лезь не в кокпите, находятся спинки. И здесь используется новый высокотехнологичный материал, который не боится солнца, не боится воды. Также сиденья у шкипера мы добавили на луку. Новая широкая спинка с логотипом Леопард. И тоже используются новые материалы технологичные, не боящиеся воды, солнца. И улучшение это именно стекло. Здесь раньше была не сплошная стена, сейчас добавим добавление в стекло, чтобы появилось больше света. Стол тоже одно из улучшений. Мы его можем сейчас, он был раньше двух половинок, сейчас он как на 50-ом Леопарде. Складывается, поворачивается, делается кофе-тейбл. Или раскрывается и делает спинки. Это для того, чтобы стол не прогибался. И обучительные изменения коснулись овнерской каюты, хозяйской. Здесь раньше была перегородка, тумба и шкаф. Этот шкаф находился здесь. Мы поменяли местами, передвинули стол вместо шкафа, убрали эту тумбу и убрали эту перегородку. Получилась достаточно простойная каюта, которая не отделяется перегородкой. Действительно, вы сами видите, что пространство расширилось. Света добавили дополнительно за счет того, что еще увеличили кормовое окно. И также срезали углы кровати. Было срезано с одной стороной, сейчас добавили с другой стороны, чтобы удобнее было вставать с кровати и заходить на кровать. Вот такие незначительные изменения, которые именно касаются удобства, комфорта и расширения пространства. В туалете появилась такая опция, что можно добавить на полтик. Получается очень красиво. Это искусственный тик с белой расшивкой. Получаются очень красивые санузлы за счет того, что можно добавить искусственный тик. Это появилось снова. Кормовая каюта гостевая тоже изменилась. Изменилась кровать снова с обоих сторон обреза и добавилось дополнительное кормовое стекло. Окно стало немножко больше. Так что и кровать тоже обрезалась. Форвард-кокпит. Мы видим, что здесь предошли тоже дополнения по поводу комфорта. Тоже добавили спинки. Обратите внимание, да? Новая ткань добавилась. И можно сейчас заказать вот такие подушки, для того, чтобы на них можно было дополнительно загорать или лежать. И все больше. То бишь, мессионные вот эти тоже изменения. Этих не было. В предыдущей модели Леопарда они добавили в форвард-кокпит. Здесь только жесток, но он уже был. Я просто демонстрирую, как выглядит наш форвард-кокпит. Потрясающее место. И оно стало более комфортно для того, чтобы можно здесь было наслаждаться морем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, не забывайте, когда вы будете покупать катамаран, независимо это будет леопард или еще какой-то, вы всегда поднимайте по елу. Смотрите те части, которые скрыты от вас. Те части, которые производитель не показывает. Не покупайте шкафчики и кроватки. Смотрите, что сделано в тех местах, где недоступен ваш глаз. Обязательно поднимайте по елу. Смотрите, есть ли там обработка гельковатом или нет. Это очень важный момент, потому что корпус в подводной части. Вода имеет одну температуру, температура внутри катамарана другая. И там всегда будет конденсат. Всегда будет конденсат и молекулы воды. Если корпус не обработан в подводной части изнутри, они будут поступать в циклопластик. И будет образовываться осмос. Обратите внимание, что леопард катамаран делается, один из немногих, делается с винил эстеровой смолы. Гарантия у других производителей на корпус, которые делаются с полиэфирной смолой 2 года, это сразу говорит о чем? Леопард катамаран, гарантия на корпус 6 лет. Разница в 3 раза. Ну и разница на смолу в 3 раза дороже. Винил эстеровая смола в 3 раза дороже. Она в 3 раза превосходит полиэфирную смолу на удары, на растяжение, на сжатие и на резистентность именно к воде. Так что, прежде чем купить, надо очень-очень тщательно посмотреть все нюансы и посмотреть все места, которые скрыты от ваших глаз. И уточните, с какого же все-таки материала сделан ваш катамаран, потому что покупка не дешевая, от 400 до миллиона, там 500, 700, 800 тысяч, в зависимости от опси. Так что, прежде чем покупать, надо убедиться, что ваш корпус вашего катамарана прослужит долго и вы будете уверены, что он не будет поврежден осмосом, когда вы будете его продавать. Спасибо за внимание.